Одна из причин, по которой он стремился в Индию, была в том, чтобы найти йогина и научиться тому, как стать бессмертным. Они сказали Александру, что нашли человека, но тот не хочет прийти сам. Впервые он сделал одну умную вещь. Вот почему мы убрали из его имени третье слово. Видите ли, в школьных учебниках Александра называют «Александр Великий». Они оставили только первое и второе слово, но опустили последнее. Его звали Александр Великий Идиот. Но поскольку получилось слишком длинно, из имени убрали третье слово. Как только вы делаете такого человека великим, во многом вы уничтожаете будущее человечества. Потому что начиная с 16-летнего возраста и до своей смерти, кажется, он прожил 32 или 33 года, все, что он делал, это только убивал, убивал и убивал безо всякой цели. Приходил в новые места и убивал, двигался дальше и убивал. Он собрал, заявляя «Я завоевал это, я завоевал то». Он собрал группу своих соотечественников, молодых людей, которые отправились с ним, чтобы вместе сражаться. Периодически он казнил одного из них, просто обвиняя в чем угодно. Тирана всегда кто-то может предать. И тиран всегда боится, что кто-то может устроить заговор против него. Так что они вскрывали что-нибудь, человека обвиняли и устраивали публичную казнь. Этот человек мог быть ему очень близок. Они могли вместе пройти через многое. Но он все равно убивал его, чтобы преподать урок остальным. Периодически он убивал одного из своих спутников, кто был ему близок. Просто чтобы показать пример. Вот какой это человек. Он постоянно нанес смерть, но сам умирать не хотел. Он хотел, чтобы умирали другие, но сам он не хотел умирать. Так что одна из причин, по которой он стремился попасть в Индию, состояло в том, что между Индией и Древней Грецией шло значительное взаимодействие в области математики, геометрии и йоги. В Дельфах есть лингам, который называют пуп Земли, потому что он был освящен как Манипура-чакра. Там очень мощным образом была освящена Манипура-чакра. Теперь лингам переместили в музей. В нем есть трещины. Я бы сказал, что его влияние во многом исказилось. Но это все еще очень мощный лингам, даже спустя 5200 лет или около того. Подобное взаимодействие исторически продолжалось многие годы. Так что очевидно, что они слышали о йогинах и мистиках Индии. И он слышал, что существуют бессмертные йогины. Так что одна из причин, по которой он стремился в Индию, была в том, чтобы найти йогина и научиться тому, как стать бессмертным. И вот когда он подошел уже близко и пересек горы Бундукуш, он же пересек их? Он пересек. Он перешел на эту сторону и первым делом разослал разведчиков, чтобы узнать, что там впереди. И чтобы в том случае, если им встретится йогин, они привели его к нему. Те начали осматривать окрестности и увидели йогина, сидящего под деревом в одной набедренной повязке, обнаженного и исполненного блаженства. Они подошли, посмотрели на него и сказали, «Эй, ты пойдешь с нами. Наш Сикандер хочет тебя видеть». Если вы не знали, даже в наши дни в Афганистане множество людей берут имя Искандер или Сикандер. Коренным словом для этого имени было имя Сканда. Сканда — это сын Шивы, тот, кого в Тимилнаде мы называем Муруга. Поскольку Сканда был великим воином, это имя получило широкое распространение. Всякий, кто становился великим воином, назывался Скандой. Скандар, Искандар, Сикандар — это искаженные формы этого слова. Итак, они сказали, «Йогин, пойдешь с нами». Йогин рассмеялся и сказал, «Никуда идти я не собираюсь. Я останусь здесь». Тогда они достали свои мечи. Это жестокие люди. Они не раздумывая отрубают головы. Им это ничего не стоит. Они могут поотрубать сотни голов за день без каких-либо угрызений совести. Так что это очень жестокие люди. Они достали свои мечи и сказали, «Либо ты идешь с нами, либо мы отрубим тебе голову». Йогин сказал, «Видите ли, я сижу здесь вот так, потому что все, что я должен был сделать, было сделано. Вы хотите отрубить мне голову? Отрубайте. Но вы не получите моей мудрости или знаний. Если хотите рубить, отрубайте». Воины переглянулись. Они никогда прежде не встречали человека, который не был бы напуган при виде их обнаженных мечей, потому что они доставали мечи не ради пустой угрозы. Они могли отрубить голову. В этом они были профи. Они никогда не видели человека, который не был бы испуган. Он сказал, «Хорошо, давайте, отрубайте мне голову». Значит, он действительно бессмертен. Если кто-то говорит, «Хорошо, рубите мне голову». Он, наверное, бессмертен. Тогда они принялись просить его, «Пожалуйста, пойдем с нами». Тот сказал, «Нет». Если хочет, пусть придет сам. Он хочет узнать о бессмертии. Пусть придет. Тогда они решили, «Он знает обо всем, не будем причинять ему вреда». Они вернулись обратно и рассказали Александру, что нашли нужного человека, но тот не пожелал прийти. Он, так сказать, не домашний учитель, а школьный. К нему нужно идти самостоятельно. Тогда он сам отправился к нему. Александр, не спешиваясь, с величайшей надменностью, сказал, «Похоже, ты что-то знаешь о бессмертии. Я хочу получить это знание». Йогин посмотрел на него снизу вверх и сказал, «Для начала слезь с этой глупой лошади. Ты садишься верхом на животное, которое глупее, чем ты, и внезапно становишься таким». Не знаю почему, но когда люди садятся верхом на лошадь, они начинают думать, что что-то из себя представляет. «Если бы вы могли оседлать животное, которое гораздо умнее вас, тогда это было бы что-то. А вы седлаете глупое четырехногое животное. Несчастное животное не хочет таскать вас на себе. Ну что поделать?» Итак, Александр спустился с лошади и сказал, «Я хочу стать бессмертным». Потому что он уже не тот, каким был пять или десять лет назад. Через какое-то время тело не может продолжать выдерживать такие нагрузки. Подобный образ жизни постепенно берет свое. Он спросил, «Я хочу знать, как достичь бессмертия. Можешь научить меня?» Йогин посмотрел на него и понял, что разговоры с ним ни к чему не приведут. Он сказал, «Да». «Если хочешь бессмертия, то способ есть». И он описал ему маршрут и ориентиры. Это был сложный путь через лес. Когда ты пройдешь по всем этим ориентирам, увидишь маленькую пещеру. Внутри пещеры есть бассейн с кристально чистой водой. Если выпьешь оттуда воды, станешь бессмертным. И Александр со своими воинами отправился в путь. По мере того, как они продвигались вперед, в течение трех дней они встречали все ориентиры, как и было описано. Тогда он посмотрел на этих пятерых или шестерых воинов, что были с ним. А если эти ребята тоже выпьют этой воды? «Если они станут бессмертными, как я буду ими управлять?» Ведь всю свою жизнь он управлял людьми с помощью страха смерти. А если эти пять-шесть воинов выпьют этой воды? Они тоже станут бессмертными. Это будет катастрофа. Над ними не будет никакого контроля. Если на планете пять бессмертных людей, ничего хорошего в этом нет. Но если бессмертен только я, это хорошо. И он сказал им, оставайтесь здесь. Он оставил их на последнем участке пути и дальше пошел один. Затем он нашел пещеру. Внутри пещеры он увидел бассейн с кристально чистой водой. Он бросился к нему и уже собирался выпить из него воды. Но на другом краю озера сидел ворон, внезапно тот сказал, подожди. Александр посмотрел на ворона. К счастью, вода утекает сквозь пальцы. Ворон сказал, взгляни на меня. Я выпил этой воды даже не знаю, сколько миллионов лет назад. И теперь я не могу умереть. Я просто бесконечно сижу здесь. Просто представьте, если станете бессмертными, вы даже не сможете покончить жизнь самоубийством. да? Я хочу, чтобы вы это себе представили. Это самое ужасное, что только может случиться, если вы не сможете однажды умереть. Никакого облегчения. Я сижу здесь миллионы лет, и ничего не могу с этим поделать. Я видел множество поколений моего клана. Мне уже ничего не интересно, но я не могу умереть. «Ты хочешь, чтобы и тебя постигла моя судьба?» Александр просто сел там, глядя на озеро и на ворона. И на этот раз он сделал умную вещь. Вот почему мы убрали его третье имя. Он ушел, не выпив этой воды. И это большое счастье, что его больше нет. Похоже, он перерождается во многих местах. Множество похожих людей появляются то там, то тут. Но, по крайней мере, здесь его больше нет. Мы должны учиться, понимать и жить. зная, что во многих отношениях лучшее для нас — это то, что однажды мы умрем. Да? Просто посмотрите, какими вредителями вы бы становились, если бы не умирали. Да? Вы должны прожить полную жизнь. Вы должны прожить ее в соответствии с ее полным потенциалом, каким бы он ни был. Но когда придет время, вы должны умереть. Не так ли? Итак, если вы говорите, что смерть — это плохо, что тогда хорошо? Бессмертие? Достичь бессмертия — это самый идиотский поступок, который вы только можете совершить. Даже такому идиоту, как Александр, хватило ума, чтобы не пить ту воду. Так что очень важно понимать, что смысл йоги не в вечной, а в разумной жизни. io идиотку. Субтитры создавал DimaTorzok